Парламент Киргизии динансировал соглашение с США об использовании американскими военными аэропортом Манас, находящийся на окраине Бишкека центр транзитных перевозок НАТО, должен быть полностью выведен из страны до 11 июля будущего года. Споры и политический торг вокруг американской базы велись в Киргизии на протяжении последнего десятилетия. С подробностями Вадим Милицин. Посовещались и решили американцев готовить к выселению. 91 из 96 присутствовавших на заседании парламентариев присоединились к призыву Янки Го Гом. На сбор чемоданов нынешним обитателям базы Манас отведено чуть больше года. Соглашение сегодня динансировано. Теперь должен этот закон подписать президент. После этого она выступает силу. Соответственно, внешнее Министерство иностранных дел должен направить официальную ноту. Авиационная база антитеррористической коалиции на окраине Бишкека служила перевалочным пунктом для перебрасываемой в Афганистан живой силы и техники НАТО с 2001 года. Здесь постоянно проходили службу около тысячи американских специалистов. Единственная на территории Санганатовская база служила постоянным предметом торга между Бишкеком, Москвой и Вашингтоном. Впервые о намерении закрыть Манас заявил в 2009 году президент Киргизии Курманбек Бакиев. По чистой случайности это заявление совпало по времени с озвученным России намерением выделить киргизскому правительству кредит в 2 миллиарда долларов. Однако в Бишкек тут же зачастили высокопоставленные американские гости и Бакиев передумал после того, как Вашингтон предложил увеличить арендную плату. Нынешний президент страны Алмазбек Атамбаев сразу же после выигранных им выборов пообещал, что американские военные покинут Киргизию в 2014 году. Стремление избавиться от транзитного центра в Манасе увязывалось с обострением ситуации на Ближнем Востоке и военными играми вокруг Ирана. Интересно, что от российской базы на территории Киргизии Атамбаев тоже планировал отказаться, но потом все-таки изменил свои планы. Оппозиционно настроенные депутаты Киргизского парламента считают, что, идя на поводу у Москвы, страна фактически теряет независимость. Я считаю, что мы поступили очень неправильно, и мы уже теряем свою независимость. Мы живем под диктовкой другой страны, в данном случае России. Цивилизованные миры от нас могут отвернуться. 20 лет ждали, что мы что-то построим демократическое общество. Увы, не оправдывается. Оппоненты решения о закрытии базы интересуются, как правительство будет ликвидировать прорехи в бюджете. Силы НАТО исправно платили за аренду 60 миллионов долларов в год. По местным меркам, это немалая сумма. Кроме того, вокруг Манаса с годами выросла разветвленная обслуживающая инфраструктура. Однако власти заявляют, что финансовые потери можно компенсировать иным путем. В частности, Бишкек планирует превратить Манас в трансконтинентальный авиационный центр гражданского назначения. Правда, дальше создание веб-страницы этого проекта дело пока так и не пошло. Вадим Милицын, телекомпания «РТВ».